Комплекса, где будет непосредственно театр оперы и балета, уже там будет Русский музей, Музей Востока и, конечно, Эрмитаж и Третья группа. Очень важно, это пробычно, село, жилье, а без духовного... Сейчас я хочу сказать, Приморская сцена Мариинского театра, она, наверное, входит в тройку лучших балетов Российской Федерации. Достижения Приморского края презентовали в Совете Федерации. Валентина Матвиенко и Олег Кожемяка осмотрели выставку, посвященную истории и перспективам развития Приморского края. Губернатор Приморья познакомил председателя Совета Федерации с основными перспективными проектами в социально-экономической и других сферах жизни нашего края. Наверное, флагман судостроения всей Российской Федерации, ДССС «Звезда», который сейчас уже выпустил три Афрамаца. Это танкера грузоподъемности имеют вестимостью более 130 тысяч тонн. Потом, значит, сейчас на достройке уже газовоз. Единственным в мире 300 тысяч тонн размещений таких еще не было, потому что ледового класса в мире даже не было таких. Портфель заказов есть, это судаоснабжение. И вот сейчас уже заквалька идет и идет резко металла под атомный эдаколог «Лидер», который будет сопровождать суда через Северный морской путь. В экспозиции несколько красочных стендов, оснащенных видеомониторами, интерактивные панели, на которых отражают различные стороны жизни Приморья. Экономика, образование, культура, технологические инновации. Приморью есть чем гордиться. Левый стенд по поддержке СО, хотели бы вставить нашу разработку. В этом году Приморский край отмечает свое 85-летие. Как отметила Валентина Матвиенко, это главные ворота в Азию и восточный форпост для России. Анна Дьякова, новости на восьмом.